здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас в гостях заместитель начальника люберецкого о гибдд капитан полиции евгений козлов насколько вообще осенний период отличается ну понятно от летнего он вроде как еще и не зимний но тем не менее почему мы ему уделяем особое внимание переходной период водители привыкли к езде летом летом дорожные условия в основном лучше даже дождь идет по-другому даже дождь идет по-другому видимость опять же гораздо лучше световой день за того день дольше до в осеннее время дороге крайне скользкие падает листва вся вот эта грязь частые дожди видимость ниже и температура понижается и соответственно летний резин начинает работать неправильно что рассчитана на более высокие температуры ну и сейчас на резине более подробно поговорим еще конечно же внимание водителей то есть когда много так вот листвы она у нас разноцветная если например человек находится где-нибудь но за пределами большого города где много деревьев и так далее и люди переходят дорогу например то ли не в положенном месте то ли в положенном но не очень водитель успел сообразить что здесь переход то него с листвой может до человек смешаться что надо снег еще не выпал световой день короткие освещение и фар и внешне городское освещение дубликует эффективность его снижается поэтому водителям следует быть особенно осторожным то есть расслабленность уже нужно заменить на внимательность переходить на осенне-зимний период до расслабленности за рулем быть не должно но сейчас нужно на повышенное внимание ну ведь это такой психологический момент вот когда обучают вождению собственно говоря там много ну вопросов я имею ввиду конкретно сейчас насколько мне известно надо выезжать уже в город например когда сдаешь площадку так называемую вот сегодня я был свидетелем огромная такая пробка значит стоит я из москвы ехал и вот в эту пробку медленно въезжает значит с буквы у я сначала подумал что это наверное но просто человек едет ну или на работу или с работа нет вдвоем сидят так что и такой даже пробочное обучение тоже необходимо нужно ли когда ну вот человек я сейчас говорю даже не про сдачу экзамена когда учится ну готовится ездить до тренируется нужно ли ему как-то прививать вот эти вот навыки перехода из одного периода в другой потому что если он летом учится ездить а потом новичок а потом он первый раз поедет осенью а потом он первый раз поедет зимой но есть некоторые которые зиму до пересаживать дома сидят подснежники мы их называем он весной появится но есть тот кто смелый такое поедет то есть ведь эти все несколько навыков они же отличаются друг от друга вождение отличаются на все конечно приходится опытом то есть опыт который вырабатывается который вырабатывается до со стажем вождения и так далее а вот как человек должен понимать что вот погода изменилась скорость движения надо снизить по-другому надо чувствовать машину по-другому ну понятно надо выполнять правила дорожного движения в любом случае но там где ты шел например нажишь плюс 20 остается да там где ты шел по полной программе плюс 20 то наверное вот такую лиственную погоду когда листья то может быть надо хотя бы плюс 10 идти начать уменьшить скорость есть золотое правило то что скорость движения должна быть такой чтобы обеспечить остановочный путь в пределах видимости то есть если какая-то плотная застройка да где из-за угла дома или за припаркованной машины может выбежать ребенок не зря во дворе скорость движения 20 км в час соответственно если какая-то прямая трасса то я считаю все равно нужно попробовать как работают тормоза как работает резина и уже исходя из дорожных условий выбирать скорость движения и она не обязательно должна быть плюс 10 или плюс 20 или даже разрешены не обязательно двигаться с максимально разрешенной скоростью нужно двигаться так чтобы это был в первую очередь безопасно ну да то понимать что у тебя всегда есть какой-то диапазон для принятия единственно правильного решения и нужно вообще не нужно отвлекаться за рулем а начинающим водителям в такой тяжелый период как осенне-зимний уже быть предельно осторожными какие-то побочные факторы не отвлекаться ну и тут конечно же все зависит еще от психологической системы каждого конкретного водителя и вот в этом нам как раз всем и в помощь те самые шины которые я уж не помню кто их придумал наверное когда-то не было такого разделения на зимние и летние просто вот ездили просто зимой старались не ездить скажем так вот сейчас мы понимаем что движение практически но в большом городе даже не меняется она до усложняется больше пробок и так далее и кстати это тоже наверное влияние мы знаем что какая-нибудь фура где-нибудь не дай бог с лысой резиной до перекрыл может перекрыть все движение и ничего ты с ней не сделаешь вот на сегодняшний день одна из тем нашей сегодняшней встречи с евгением козловым эта тема как раз вот изменений связанных с так называемые резины у нас пока ведь нету такого закона что ты обязан поменять резину ездить именно на зимний за день нет это регламентируется все время поднимается но регламентируется техническим регламентом таможенного союза там по сути прописано то что в три летних месяц нельзя ездить на зимней резине соответственно в три зимних месяц остальные значит получается можно законодательно да но тут наверное стоит опираться на здравый смысл беречь себя и окружающих и и же опять же правило предсредняя суточной температуры ниже плюс пяти градусов есть смысл поменять резину на зимние плюс 5 до плюс 5 до потому что при низких температурах повторюсь неправильно работает летняя резина при более низких она просто дубе и превращается к пластмассу а если она еще к тому же старенькая а если она к тому же старенькая да хорошо и вот сейчас я так понимаю почему именно гибдд уделяет этому большое внимание то есть это говорит о том что наши пользователи автомобиля не всегда себе отдают отчет что в том что нужно менять или они до последнего держит или экономят неужели до сих пор еще есть у нас такие водители ну личного до транспорта прежде всего которые не меняют резину на зимнюю встречались отец встречаются до довольно редко но тем не менее встречаются которые думают что они сэкономят что ничего с ними не случится совершенно верно всю жизнь так ездил и вот езжу и хорошо но вот существует же несколько типов скажем так зимней резины это зима резина на шипах помните нас одно время обязательно знак был ша и мы все его покупали его стоимость сразу возросла потом его как-то отменили потом значит кто-то не знал до сих пор у кого-то висит это знак кто-то по специальной вешает видимо исходя из того что у него шипы вот в чем разница на ваш взгляд между шипова на резина и так называемой зимней резиной без шипов какая и ведь насколько я понимаю тут еще и стоимость важно с шипами то можно найти не очень дорогую знаете у этих резин разный состав разный проект протектор поэтому механизм действия и механизм действия до хороший зимний резина на без шипов и шипами работает хорошо но как показывать зависимые тесты шипы во многом лучше работает при температуре до минус десяти так далее примерно около там может быть до минус 15 при более низких температурах так называемая липучка хорошая работа в целом лучше шипов то есть грубо говоря хороший такой правильный водитель он получается должен два комплекта иметь нет либо от лучше покупать вот резину без шипов сразу чтобы и на 10 и на 20 на 30 резина без шипов во многом универсальнее это город чистят но где-то во дворовой территории если кто подъем в горочку до из дворовых датчика какая-нибудь дачка какая-нибудь то зачастую зимняя резина с шипами может выручить на льду опять же с не очень холодная температура не экстремальная то минус 30 то шипы могут примут на льду помочь а вот есть какие-то но я не знаю гост не гост а скажем какие-то требования ну с . может быть и регламентируются какими-то документами что должно быть вот именно столько это шипов потому что а мы же понимаем что все люди пытаются каким-то образом экономить купил новые шины сезон проехал даже не задумывался об этом второй сезон еще можно проехать на 3 ты уже смотришь ага из ближайших пяти шипов 33 шип уже трех шипов нет да потому что мы где-то едем просто по асфальту в зависимости от погоды вот есть какая-то регламентация что можно признать эти шины уже опасными ну поэтому есть закон вроде бы нет а вот как ну а сотрудники бд останавливает автомобиль например говорит о но вроде на шипах на половина шипов то у тебя нет как ты ездишь вообще может порекомендовать может рекомендовать рекомендовать но это не нарушение нет нормативный износ протектора и на каждой шине там есть такие индикаторы вот соответственно износ протектора остаточная до толщина должна быть не менее гостируем и на каждой категории транспортного средства легковой автомобиль грузовой автобус и так далее там разные нормы а именно количество оставшихся шипов ну то есть это все-таки отдается на утку по самому пользователю потребителю что ну во первых это его безопасность но наверно туда же а думать еще и безопасности других потому что ладно летом там все таки ну понятно что происходит происшествие но несколько в других условиях а здесь вероятность вот этого случайного случая до большой буквы с чрезвычайного опасного даже смертельного она вырастает в разы и вот сейчас многие водители будут заниматься выбором этих самых шин и так далее на ваш взгляд когда все-таки их нужно ставить ну плюс 5 температура москве московской области она все-таки такая бывает ну вроде как плюс 5 она градусники плюс 10 и бывает же такое что мы неделями ездим например на тротуаре ни дождя ни снега мы таким образом и тротуар же вроде как портим до зимняя резина шипованная конечно гораздо сильнее повреждает покрытие дорожное но тем не все равно не нужно ждать снега или там наледи на дорогах нужно все-таки ориентироваться на температуру посмотреть на неделю вперед какой прогноз и так далее и когда мы начнем видеть что температура до понижается там уже к нулю и так далее ниже то есть мысль заменить чуть поранее чуть раньше ну я так понимаю что это еще выгодно потому что потом очереди сразу возникают на всевозможных шиномонтажах очереди да а там вы делают быстро чет не докрутит и так далее тоже быстро не факт что хорошо поэтому это хорошо ну вот первую часть мы сейчас уже завершаем вывод очень простой собственно говоря задумайтесь об этом я думаю что вот ближайшее время уже даже после выхода нашей программы погода точно вряд ли будет похоже на летнюю поэтому если у вас нет такой резины обязательно нужно приобрести но умный водитель такой который экономит на всем конечно уже летом все приобретает то что зимой необходимо если у вас это есть готовьтесь и устанавливайте и езжайте что называется с ветерком мы делаем небольшую паузу после чего вернемся в студию программы открытый диалог напомню что эта программа открытый диалог у нас в студии заместитель начальника люберецкого о гибдд капитан полиции евгений козлов мы говорили о замене летней резины на зимнюю и от этого и оттолкнемся потому что мы говорили ну так в основном о личном транспорте но и там я упоминала еще раз хочу нажишь есть транспорт транспорт есть государственный есть там коммерческий транспорт есть грузовики есть те самые фуры тем более рядом здесь трассы на москву что называется и очень часто видишь что там не просто лысое колесо а вроде кажется что и никогда там протектора не было вот я так понимаю что существует какие-то для вот этих но помимо замены значит резины существует еще какие-то дополнения цепи зачем они как насколько они обязательны не не обязательны но они позволяют не настолько дорогая вещь настолько объемная чтобы кому-то мешал или что-то большая рекомендация водителям большегрузного транспорта фурда в первую очередь приобрести цепи чтобы в зимний период не создавались такие огромные пробки когда до них не могут доехать не экипаж дпс оказать содействие некие другие службы водитель будет возможность одеть цепи потихонечку с проблемного места там в горку забраться и поехать дальше самым по полдня не будет стоять и другим соответственно не будет уже проверены до на области инструмент который позволяет так решить такого очень тейственный инструмент помогает водителям хорошо еще такой вопрос опять же зимняя резина летняя резина даже не важно не важно шипами без шипов но верно же что летняя для летних условий зимние для зимних на некоторые люди например есть еще такое понятие всесезонка существует ли такая всесезонная шина которая якобы зимой летом одним цветом во первых давайте про зимнюю резину летом другой состав резины при высоких температурах резина становится очень мягкой соответственно страдает управляемость начинает начинает валкость дать прочее то есть не стоит ездить так на зимней резине летом всесезонная резина знаете любая универсальность она в угоду какому-то качеству получается она и зимой не блещет и летом наверное тоже не блещет что-то посередине ездить но наверное для наших условий да да у нас условия летом и зимой сильно разнятся все-таки рекомендация зимой на зимней резине летом на летний хорошо и забегая уже вперед хотя наверняка мы еще встретимся с представителями гибдд тем не менее вот до поздней весны да уже когда температура будет хотя бы там неделю такая уже теплая тогда мы снимаем уже зимнюю резину меняем ее на да лучше ориентироваться также на температуру плюс 5 а есть какие-то дополнительные ощущения что резины с резиной что-то не то я имею ввиду вот вы сказали валкость вот это вот когда машина ведет когда руль бью до что что-то происходит не так не самой машина именно с в области шин это может нам показать что ну например если на тех же шипах которых как мы выяснились там половина их уже нет то торможение будет совсем другую когда она была полностью шипована поэтому да правильно выезжать из гаража пробным торможением на свободном пространстве да как идет ведет себя машина совершенно верно да как ведет себя машина сегодня в этом участке дорог на этом участке дороги окей но мы идем дальше мы знаем что помимо вот этих таких казалось бы простых вопросов хотя ведь ему много времени этому уделяем когда замена шин но есть еще и постоянная работа я знаю что социальные раунды у гибдд их довольно много и сейчас такое интересное название социальный раунд засветись вот что это такое что что назначает название раунда она себя отвечает прививаем пешеходам и детям в первую очередь понимание о необходимости иметь на одежде или рюкзаке светоотражающие элементы чтобы видно было конечно чтобы было видно опять же это наиболее актуально в осенний период да когда освещение обликуют дороге скользкие свет фар также обликуют и пешеходов просто не видно но они смешиваются как бы в общую такую картину и вот я тоже сегодня ехал пешеходы разное бывает идет женщина в абсолютно вот в одежде которая но прямо вот ну как масс халат такой специальный вот и и точно не видно хорошо что например там левые ряды остановились и я как водитель понимаю что если остановились значит я должен остановиться скорее всего там пешеход лучше остановиться даже если там никого нет и вот она идет она передо мной про я понимаю что идет пешеход но я вижу что она сливается у меня с этой картины а если человек едет на скорости если он как бы на какой-то своей волне еще так и такие сумерки начинаются то конечно здесь не обойтись без этого то есть речь идет не только со стороны водителей у которых слава богу хватает всяких фар если они вычищены правильно тоже кстати может может посоветовать инспектор гибдд да если фар например не работает или очень грязная то он посоветует чтобы как-то и лампочку заменить да и остановить может да и я неисправность не горит фара составить административный протокол предусмотрен административная ответственность если внешние световые приборы загрязнены может порекомендовать их очистить а и если у меня например левая фара горит а правая не горит все равно протокол хорошо мне кажется что раньше было что левая если горит это нормально правая или это все по договоренности было я думаю вам казалось нет такого правила и советское время за ну ну я стараюсь всегда и хотя фары сейчас к сожалению так так сделаны что они очень часто перегорают я имею ввиду лампочки их приходится меня сейчас просто меняются да и не всегда просто не нужно надо но надо вот эта история то есть это тот момент когда уже ваши коллеги именно потому что социальный раунд гибдд чтобы именно пешеходы понимали необходимость этого для защиты себя своих детей своих ближних часто по моему вот эти света светоотражающие до элементы всевозможные они есть даже уже таком в модном так скажем исполнении а есть просто липучки которые ты налепил куда угодно и все это уже светишься верно да и казалось бы такая мелочь но здорово повышает безопасность для пешехода сильно увеличивает видимость для водителя очень настоятельно рекомендуем ну да потому что живем во первых опять же рядом москва городской круг люберцы округ большой но есть скажем так места и между домовыми территориями выезд из дворов и маленькие дороги где ну все так скучно да и человека можно просто не заметить поэтому как вы правильно говорили что ребенок может любую минуту выбежать из угла это нужно все видеть а если как какой-то светоотражающий элемент это повышает но чисто психологически ты уже начинаешь скажем так давить на тормоза но опять же тормоза я думаю тут нужно особенно неопытным водителям вот опять же погода меняется наверное есть даже специальные такие школы сейчас для такого экстремального вождения но правильные которые имею ввиду которые помогут как правильно тормозить как правильно рулем управлять в этот момент если вдруг опять же что некоторые водители мы знаем теряются и слетают с этой дороги это полезная вещь но рекомендую в таких школах проходить обучение именно на своем транспорте которым пользуетесь каждый день почувствует вам помогут почувствовать свою машину вы ее поймете возможности и возможности до ее особенности и это будет дополнительная история потому что опять же у нас сейчас уже даже по моему цифры такие есть развиваются все сильнее авто путешествие по стране я имею ввиду особенно после пандемии народ искать вырвался не всех есть возможности улететь куда-либо тем более но мы знаем что это довольно дорого дорогой сейчас удовольствие и сложности есть а так люди сна садятся на машину и едут и опять же 24 часа сутки 20 значит 12 месяцев в году не обращая внимания и например приезжая на своем автомобиле в другую среду где по-другому дорога где вдруг песчаный грунт или еще что то да то надо знать как твоя машина может действовать но в каких-то таких условиях это очень хорошая история и любую сейчас если вы посмотрите программу посвященную так или иначе безопасности движения там тоже эта тема обсуждается но мы не можем не отпустить нашего гостя евгения козлова без вопросов может быть как каких-то таких но что называется теку текучкой да но тем не менее очень важных начнем вернее поговорим о водительских правах потому что я так слышал что что-то там но во время пандемию продлевали их действия и сейчас по моему опять тоже что такое происходит до действия водительского удостоверения водителей которых заканчивается срок действия водительского с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года им продлили срок действия на три года с даты окончания то есть два года это этот год 22 и 23 года да если в этот промежуток у вас заканчивают срок действия водительского то вам продлили на три года рекомендация гибдд не пользоваться этим продлением так потому что как показывает наша практика потом будет огромное количество людей на последний день и будет много народа как у нас в мфц просто не будет комфортно не успеют все в срок а вот давайте тогда мы расскажем замена удостоверения в рабочем режиме без особой очереди это долгий вообще процесс или как или недолгий процесс правильно это было бы сделать как записаться на госуслугах прийти в определенное время имея при себе медицинскую справку но тут опять же два момента если потеряли водительское удостоверение то можете прийти в гибдд без медицинской справки и вам проверить вас по базам в нова ваше время которого записались пришли но мисс без медицинской справки и вам выдадут водительское удостоверение на срок заканчивающий как у вас из которой вы поменяли если вы придете с действующим медицинской справкой то вам выдадут водительское удостоверение на срок 10 лет на 10 лет хорошо и но это все равно если будет очередь то конечно можно будет записаться например не на завтра а там уже через неделю а потом через дед так это работает смотря какая очередь вот я о чем говорю то есть очередь большая то можно записаться потом будут еще говорить что вы плохо работаете потому что не успеваете на самом деле действительно все в последнюю минуту ну так вот у нас это есть еще я знаю что для водительских прав еще есть изменения для жителей вот вновь присоединенных к россии территории которых права были другого государства сейчас они могут получить водительские права российского да да у них особый порядок замены они должны иметь при себе медицинскую справку действующую российскую они не оплачивают госпошлину за выдачу то есть они также записываются либо через терминал через госуслуги и прочее приходят с действующей справка им выдают водительское удостоверение российского образца без уплаты госпошлину понятно ну и собственно говоря тоже делается это по записи да то есть возможно как-то это выстраивать вообще сейчас очереди есть в гибдд вы наблюдаете какой-то ажиотаж или нет или все в обычном порядке идет очереди есть поэтому рекомендации все-таки пользоваться госуслугами подобрать для себя удобное время портал опять же выстроит и портал помогает но я так понимаю что сотрудники уже опытные стараются довольно быстро решать эти вопросы по мере да конечно ну что пришло время подводить итоги напомню что мы часто и с такой довольно таки необходимый на мой взгляд периодичностью встречаемся с нашими коллегами из люберецкого гоги бдд для того чтобы вот иногда просто доброе слово и профилактика иногда дорогого стоит чем вот обсуждать какие-то уже к сожалению случившиеся истории но мы их тоже всегда вспоминаем и вот илья таманов начальнику губи д д всегда нам рассказывает на конкретном примере что произошло поэтому пожалуйста обратите внимание на погоду если у вас нет зимней резины то надо ее срочно покупать потому что еще наверно можно успеть купить ее не за большие деньги опять же пока все не вспомнили о том что зима скоро вот по поводу водительского удостоверения вы тоже это услышали ну а пешеходов призываем действительно не только просто поучаствовать в социальном раунде засветись а помнить что от того как ваша одежда будет представлена на дорогах как это не парадоксально особенно да зимняя например у многих зимней одежды такого темного характера то от этого зависит прежде всего жизнь вашей ваших детей спасибо большое евгений козлов заместитель начальника люберецкого о гибдд капитан полиция ну а это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания о